здравствуйте друзья у нас сегодня внеочередной продуктовый рейс потому что неделю назад мы вроде уже ехали и снимали даже для вас а тут выяснилось что чаю мы не купили и студенты без чаю пропадают поэтому мы срочно получив минутку сейчас съездим наконец-то за чаем да мы пока зеленым у нас была коробка с зеленым мы так его отдали студентам и поехали за черным хотя сказали что зеленого тоже берите нам было сказано есть любители значит у нас сегодня санны леонидовны такая пост лотерейная тема значит почему пост лотерейный человек сыграл уже в лотерею и думает а куда мне поехать а чем мне заниматься ну уже как бы просчитывает что выиграть значит какой смысл заполнить вот он выиграл лишь и что а у нас друзья анна леонидовна жила в разных штатах давай перечислять во флориде жила на флориде жила в алабаме немножко с так северной каролине так в аризоне 4 техасе 5 калифорнии 6 не слабо пожила в америке анна леонидовна за 10 лет нью-йорке было три дня нет это не все три дня мы все бы хорошо а вот неожиданно вот с алабамой скажи просто а там действительно там есть новые иммигранты как-то вот можно вообще алабаму рассматривать как место для начала это как раз и было мое место начала правда меня туда завезли в какую-то степь там был было два пересекающихся хайвея магазин walmart в середине ничего так и какие-то значит дачные домики похоже хуже чем наши дачи в россии walmart в середине ничего это я так мой перевод in the middle of nowhere хорошо так параде окажет завезли значит и там как-то просто приехала тебя сразу на работу то как-то договаривались заранее или что ну как то так скажем так скажем так ну хорошо так а вот в этом посередине ничего там вообще как люди живут таких дома хуже российских дач очень удивлена и каждый вечер я там была одна какое-то время в смысле одна из среди американцев скажем да и мне было совершенно нечего делать после работы и я выходила гулять тротуаров нет ну естественно это такая rural сельская сельская местность где нет ни тротуаров ничего такого то есть шла по хайвею по обочине искала какие-то комьюнити просто хотела посмотреть на америку ну и не находила ее и ужасалась что это вообще и куда я попала и вообще что вокруг меня происходит и значит приезжали вот эти покупатели южные американцы жующие табак до сих пор жующий табак сплевывающий коричневый разговаривающий ровно так же как будто бы табак они не сплюнули как во времена маркетвена да 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 вот они там почему-то они оставили останавливались в этом отеле что-то случилось слушай неужели сегодня люди табак жуют пошел вкусный что я понятия не имею что вы меня спрашиваете но еще нюхать табак можно они были какие-то не то строители не то не пойми что еще как раз была катрина ураган до приехали люди которые оттуда бежали и вот они там где-то все остановились очень разнообразная была публика сюда афроамериканцы были ну афроамериканцы там вообще в принципе а вот который живущий табак это именно вот эти родные ки которые белые белые такие я читал ские я читал когда-то маркетвена увлекался и у него там были произведения ну кроме того что все люди знают вот там у него были просто такие сатирические про америку вот там типа там соединенные линчующие штаты там и вот он вот это вот описывает описание того как люди там плюют этом плевательницы стоят и они там вот не могут точно попасть плевательницы но специально более плевательным и они так вокруг плевательницы это было заплёвано и вот в общем очень 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 неприятно на самом деле я занималась как раз уборкой отелей и вот эти штуки куда они сплевывали стояли у них на тумбочках на столах там ой господи очень короче короче друзья балабаму не едем было бы мне если только может быть в какой-нибудь мобили которые на океане там может быть еще это я мобил парк может быть там не был угол парк нет город модель а есть такой они зато мобил ну него был фон город мобил наверное да мой город мобил да ну хорошо значит теперь давай чуть другое вообще у нас мало про забыла вам рассказать про алабаму стоите меня еще там завезли в даунтауна в даунтаун этого города рядом с которым мы были так как город назывался я к сожалению не помню надо по карте посмотреть но какой-то типа какая столица в алабаме не понять ними так что в общем нас повезли в даунтаун показать нам даунтаун и мы увидели вот эти вот значит высокие здания 4 штуки а всего так значит пустые улицы абсолютно все закрыто никакой движухи улицы пустынные ну в общем все как положено чем мы возвращаемся к нашему выводу что туда мы не едем до бирмингем бирминга да хорошо теперь такой вопрос из штатов мало освещаемых искать вот давай может быть аризону потому что про флориду много чего сказано а вот про аризону можно жить вообще для начинающих на любителя так очень на любителя после флориды мне там было не очень комфортно сразу честно скажу ну смотря на то что климат немножечко может быть другом жарко нам суши там суши то есть люди которые не в не переносят влажность наверное хорошо туда рекомендую там очень много там месяц клиники для осматиков например да что воздух очень сухой именно именно туда рекомендуют ехать из узбекистана там народ есть вот бухарские евреи там прям целая колония в аризоне в фениксе да там тысяч пять шесть да возможно в общем аризона штат неплохой но мне не понравилось но работы много и нелегалов полно правда нелегалов много потому что прямо рядом с границей плюс я еще была не феникс я была в тусоне что еще просто на границе и из-за этого город смотря где жить и смотря в каком кругу вращаться где работают люди без разрешения на работу я понимаю что строй стройки там безумно тяжелые ребятам там жара и ты когда работаешь на стройке ты в таком зное работаешь там кроме мексиканцев я не знаю кто выдержит но вот ну вот девочки вот значит девочки работают в отелях опять же на кухне по уборке по уборке нет на кухне нет в отеле по уборке если мне хаус киппером не понравилось работать я им работала только в алабаме хаус киппер который именно в отеле по уборке который по уборке это очень тяжелый труд я очень уважаю этих людей и горжусь ими но мне не понравилось абсолютно не моё и поработав в алабаме хаус киппером я дала себе слово что никогда больше в хаус киппер и не пойду так возвращаемся к аризоне вот новичку там скажем где можно работать очень нелегалы кроме стройки что то есть но вот хаус киппер и я понял гостиницы гостиницы уборка домов то все везде все одинаковое что во флориде что в аризоне может быть в русский магазин возьмут я не знаю но там ноги на всю аризону там дважды не закрыли когда-то и тут загнул в финиксе я помню было финиксе был один потом я скажу еще один появился возможно да но это как бы рассчитывать не приходится то есть искать исключительно по знакомым я так давай так по десяти бальной шкале насколько ты дашь аризоне там тусом и финиксово вот как месту для скажем такой первоначальной иммиграции вот начинающему сыпь поехать по десятибальник коллега рачку ну кто это тоже неплохо а алабаме 33 а флориде десяточку так уже калифорния в калифорнии совершенно не знаю для начинающих когда поскольку не проходила этой школы здесь так все таки я здесь уже была уже приехали с мужем и ну да согласен ну из того что видишь ты же видишь полно народу начинаю кажется им тут может быть тяжеловато найти какие-то концы куда присоединиться все-таки во флориде это легче мое мнение потому что там как бы все построено там вся флорида держится на том что нужно обслуживать и поскольку обслуживающего персонала все равно не хватает как бы ты не крутил работа тяжелая и там всегда это есть ладно мы идем за чаем друзья значит про северную каролину пару слов потому что обычно я когда слышу про северную каролину я слышу про технологический треугольник вот наши студенты некоторые которые в долине поработали и вроде профессии есть а здесь все дорого они например уезжают туда вот это я как бы то что я знаю про норс каролайн вот эту северную каролину какой взгляд вот и какая перспектива начинающего иммигрант ну наверное все таки в шарлоте будет побольше возможностей до столица это большой город это столица северной каролины и там побольше работы я слышала от многих ребят что там вполне неплохо еще есть south carolina южная каролина мертель бич очень хвалят но это курортная то же самое что флорида то есть это для начинающих теме начинающих я же была в эшвилле что немножечко подальше от побережья ближе к горам теннесси и тому подобное это тоже туристическая зона это туристическая зона в плане того что там построен там есть поместье билд мор и стоит называется это красивейшее место построенное там в прошлом веке и 20-м или в 19 наверное начало 20 я не уверена сейчас не помню может конец 19 не важно и туда едут в основном retired пенсионеры которые путешествуют просто по стране и вот они такой очень едут отдохнуть просто там погулять по этому замку у них есть своя вайн где можно попробовать вино там есть дегустация и все такое там красивейшие залы красивейший замок сам по себе вот тот и вот если туда ехать то лучше ехать в декабре потому что все красиво наряжена к елочка там эти все дела очень красиво а там есть вот это вот знаешь как это вот золотая осень да я как раз попала туда в золотую осень и вот этих таких как холмистая местность красиво дороги между холмами и все усыпано вот этими деревьями разноцветными и красными классно это когда примерно золотая осень это был конец ноября ну хорошо но вот опять с точки зрения освоения территории начинающим эмигрантам скажем если чек нездоров по-английски он сможет там устроить все зависит того если у вас есть какие-то наметки вы кого-то зацепили и кого-то знаете если вы туда просто приедете с бухты барахты вряд ли вы найдете себе что-то в шарлотте возможно пойти например в русский магазин начать начать с каких-то газет работать какими-то нянечками у русских семей например как вариант я вообще надо просто кого-то знать кто бы вас туда подцепил а вот такой вопрос в принципе когда люди едут может быть они даже и могут немножко по-английски там но вот не идеально это хорошая идея начинать где-то на русской улице искать работать жить или лучше ехать в такое место где вообще там русских рядом нет и там быстрее язык выучить если есть возможность ехать туда где нет русских то конечно нужно ехать туда где их нет а возможность это как вот например ребята которые едут по work and travel если у вас есть job offer из места и вы никого там не знаете русских вы едете только к американцам конечно езжайте туда вы английский поднимите так как вы не поднимите его больше нигде но этот work and travel а мы про иммигрантов все то же самое у них давайте мы тогда может быть от северной каролины как там на что он как конгресс мы посмотрим на что там еще было техас техас мой любимый так значит техас но он большой такой большой там где-то много новых иммигрантов вообще вот я не говорю про мексиканцев которые там понятно их много на стройке там всюду а вот скажем вот наших соотечественников да там очень хорошая я была в остине там есть очень хорошая комьюнити русская они создали свою страничку в фейсбуке они делали свой русский ресторан даунтауне еще в тот момент когда я там была и он открылся но к сожалению туда так и не попала мы уже переехали и но я осталась над в той группе в фейсбуке русские в остине или как-то так называется и они эту группу поддерживают очень активно они не забрасывают они там все общаются советуют друг другу там то есть там такая тесная комьюнити они молодцы новогодние утренники каких-то там преподавателей косметологов все чего нет в америке и нам не хватает так они там это все продвигают обсуждают советуют парикмахеров наших что меня удивляет а почему-то скажем такое же не могло быть всюду вот абсолютно в любом месте у нас тоже есть группа там рашин мама должен быть человек или группа людей которым это интересно и который это поддерживает настоящих буйных мало как писал высоцкий вот и нету божаков да даже кто-то кто возьмет лидерские на себя такие организаторские вещи которые будут этим с человеческий фактор конечно конечно так это могло бы быть им в тус они на этого там не хорошо но вот приехал новичок там есть на гости в столицу штата техас там много работы правда там и технологические работы есть там вообще всего много за сюда что не возьмись там все есть я хотел где-нибудь прочитать там письмо девочка юля да у нас училась она больше на гости написала письмо она приезжала сюда учиться потом уехала гости я вам уехала было и потом да и вот она пишет что она две недели была на рынке получила 4 оффера по тыс потестировали и в общем и дальше каждый раз когда я задавали вопрос она каждый раз поражалась потому что этот вопрос мы проходили в школе и отрабатывали и у нее и не попадались вопросы к тот который мы не проработали здесь гать чему учат школе портного брода а вот этому вот этому учат чтобы значит на вопросы отвечать в частности но я что хочу сказать получить четыре интервью не 4 оффера то есть интервью может быть больше было 4 оффера за две недели это какой рынок должен быть у нас чтобы не знаю даже не тоже 4 оффера 4 интервью получить вот здесь локально у тебя мужчины пару месяцев займет правда так сложно сейчас тут можно интервью получать это надо как бы работу много она такая разбах и пошло вчера ребята уезжали во флориду там сразу несколько чуть ли их не трое было из полтайм-класса и один из них уже вывесил резюме где-то в районе там майами и говорит просто на счастье рвут понимает хорошо это всегда хорошо но правда но я почему говорю что хорошо ехать в такое место где работа есть раз и работа есть любая 2 потому что ты можешь приехать скажем во флориду в майами и ты в гостинице где-то устроился и там без языка без ничего это но прошел год прошел 2 прошел 3 конечно хочется куда-то двигать хочется двигаться либо у тебя есть куда двигаться либо надо уезжать правильно так вот там есть куда двигаться есть и в техасе есть и в во флориде есть и и в аризоне кстати есть фениксе тоже есть фениксе там там большой хай-тек там есть такой пригород но не пригород недалеко от феникса есть город чандлер называется и в этот чандлер он как бы такая местная такая силикон валы своя там тоже работы много и в фениксе полно работы то есть у нас есть там студенты которые туда уехали да но мы сейчас говорим скорее про сервайвл джо да то есть человек приехал рим про первую про первую но вот сервайвл то вот тоже называется на выживание вот он должен выжить где-то значит техас для выживания хорошее место мы знаем что там много новичков если для выживания то наверное все таки надо начинать не с астина если если вам нужно выживать так лучше и поехать на побережье тогда куда-нибудь их ахилстон если вы говорите о техасе туда а что хьюстон что ну допустим мы забыли про наводнение на что там хьюстон просто город больше и он на побережье и там больше отелей таких работ где можно выжить взять без закрыть глаза на английский закрыть глаза на там где столица там много government jobs это надо дать в остине да и да там сложнее не только но в любом месте где столица там сложнее с работами когда у вас уже что-то типа там я не знаю например школа портного его уже можете искать какие-то другие работы то можно ехать в остин очень рекомендую остин просто мы на этом с вами расстаемся и значит рекомендация такая общая флорида на первом месте у нас техас сколько очков по десятибалльной шкале я не могу судить техас я не я там не начинала да значит флорида 10 так аризона так помаши вот все нам теперь вот вот теперь нам машет нам удалось так и северная каролина ну где-нибудь так 78 так и кто там у нас остался не знаю калифорния алабама не едем не едем алабаму ноу все ребята счастливо а